Ночь Туя, когда луна Тихо зайдёт И запрышь Этот лунный волшебный свет На любой вопрос на сказке Лишь в сказке Хочешь, не хочешь Днём или ночью Чудо придёт Знаешь, не знаешь Не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь В сказку поверишь Раз поверь Днём или ночью Чудо придёт Здравствуйте, дорогие зрители и гости нашей студии Главное не победа, а участие Этот давно устаревший лозунг Вполне применим к нашей с вами встрече по понедельникам Шесть команд сегодня встретятся на нашей площадке И только одна победит Остальным будет приятно просто от того, что они были здесь На площадке звёздного часа Вместе со студией ТОБЕС АПЛОДИС Давайте попросим участников нашей сегодняшней игры Занять свои места на площадке нашей программы Красавцы Все как на подбор Прямо сейчас вручил бы всем призы, подарки, кубки и отправил бы домой Но, увы, не могу этого сделать при всём своём влиянии на телевидение Придётся нам с вами играть всё-таки в звёздный час Давайте познакомимся сначала Кто против кого будет сегодня соревноваться Даша Козлова с мамой Владой Александровной Приветствуем эту команду Андрей Ясенецкий с другом Павлом АПЛОДИСМЕНТЫ Арсена Ковшбая с дядей Георгием Аполитовичем АПЛОДИСМЕНТЫ Катя Дорошкевич с папой Павлом Ипполитовичем АПЛОДИСМЕНТЫ Вера Холопова с сестрой Еленой АПЛОДИСМЕНТЫ И Полина Ромашкина с папой Олегом Владимировичем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такие интересные наши участники Предлагаю каждому из вас одну звезду Но не каждому по одной А только одну для кого-то из вас В зависимости от того, чем вы нас сегодня порадуете Даша, начинай нас радовать Я хотела вам подарить то, что я сделала своими руками Такую вот штучку Сердечко И собственными руками вышитую салфеточку То есть мне больше в магазин ходить не надо Все у меня есть уже И штучка, и сердечко, и салфеточка Да То есть осталось только сесть за стол и что-нибудь поесть Это салфеточки, потом утереть уголки губ Да Спасибо, Андрей Я хочу вам подарить этого енота За то, что я рада, что сюда попал Прекрасно Мне понадобится конструкция За то, что я рад, что сюда попал Спасибо, Катя Я хочу подарить вам вот этого олененка Вышитого Которого специально для вашей программы Вышивал моя сестра младшая Сколько лет сестре? Одиннадцать Передай ей большой привет Вера Я хотела бы подарить эти цветы из кожи, которые я сделала специально для вашей передачи Пускай они радуют вас всегда Кожаные цветы? Да А кожа откуда? Из магазина Прямо из магазина купила специально кожу? Да Здорово Спасибо, Полина А вот я хотела бы подарить вам вот этот красивый небольшой рисунок Я хотела бы, чтобы ваша передача была такая же красивая и такая же приятная со стороны Всё Понятно Спасибо огромное всем Вы знаете, что-то... что-то не могу я никого из вас выделить, друзья мои Никого из вас я не могу выделить И поэтому звезду никто и сегодня не получит из вас Все будут играть в равных условиях, согласны? Так, по-моему, будет сегодня интересней Внимание на экран Начинаем нашу программу Тема мифология Древнего Рима Купидон Юпитер Вулкан Марс Плутон Геркулес Гиминей И Меркурий Мифология Древнего Рима Вопрос первый Древние римляне Верили в подземное царство и в его бога Найдите здесь бога подземного царства Таблички, если кто готов Можете подумать несколько минут Вернее, секунд, конечно Итак, подземным царством правил в Древнем Риме В его мифологии, конечно же, не в Древнем Риме Некто по фамилии Полина Плутон Номер пять Катя абсолютно права Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Именно Именем этого бога подземного царства Впоследствии назвали одну из планет Солнечной системы Как древние римляне называли бога, который покровительствовал торговле? Итак, торговлей у древних римлян заведовал некто... Некто Меркурий Номер восемь Конечно, вперед все, кто понял табличку номер восемь АПЛОДИСМЕНТЫ Это был очень хитрый бог Хитрый, потому что торговля вообще дело хитрое Но, говорят, очень прибыльное И многие из вас, я уверен, в будущем выберут именно эту профессию, да? Кто собирает заняться торговлей, бизнесом, поднимите руки Никто Ну и ладно Кто из богов в древнеримской мифологии отвечал за огонь? Там все боги отвечали за какие-то области жизни Вот за огонь отвечал кто? Тут уж просто даже нечего было бы думать Хотя, я вижу всего два правильных ответа Вулкан, бог огня, конечно, номер три, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Вера и Полина делают еще один шаг вперед, уверенный Догоняют Катю Ну как же было не догадаться, что именно вулкан, бог огня Ну, вулкан это горая, с которой, да, ну вот Когда супружеские пары в древнем Риме заключали брак Им покровительствовал бог какой Уславен будь ты Гименей Номер семь Вперед все, кто ответил правильно этот вопрос АПЛОДИСМЕНТЫ Полина и Катя Выходят во второй тур АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, они достигли крайней Позиции на нашей Цветной площадке И значит, что они продолжают нашу игру Во что бы то ни стало Ничего не может уже им помешать это сделать А вот судьба остальных участников второго тура Пока туманна Вопрос АПЛОДИСМЕНТЫ Самый воинственный бог в древнем Риме Как вы думаете, как его звали? И вместе с нашими игроками и телезрителями узнаем, что бог войны в древнем Риме был Марс Номер четыре, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, что творится, а! АПЛОДИСМЕНТЫ Андрея и Арсена догнали! Они были такими аутсайдерами Я уж начал было волноваться за их судьбу Но зря Зря начал волноваться Все у них в порядке Андрей, Даша, Арсена и Вера на одной линии И сейчас, я боюсь, произойдет то, что происходит довольно часто в нашей игре Они все четверо дружно поднимут правильные таблички И выйдут во второй тур вместе с Катей и Полиной Этого я им желаю от всей души А вопрос звучит так Найдите здесь имя бога любви Бог любви и первым, почти самым первым поднявшим табличку номер один был Арсена И абсолютно правильно сделал, как и все остальные Бог любви Купидон Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Даша, Андрей, Арсена и Вера выходят во второй тур Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Они прошли с успехом огонь, воду и медные трубы первого тура И готовы участвовать во втором А нам остается набрать терпение И посмотреть, как все это будет происходить В эфире «Звездный час» второй тур АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляю всех наших участников с тем, что они продолжают борьбу за наше богатство Богатство за звание победителя за кубок нашей программы в шестером Всегда приятно, когда компания большая, да? Есть с кем поболтать, есть у кого подсмотреть, подглядеть Есть у кого списать слово кубики в студию АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, внимание на экран Буквы Я М А Х Е Бежите, 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 бежите Т П Л О Запишите, пожалуйста, букву вам там будет гораздо удобней с ними работать Ну что ж, вот перед вами девять букв Напоминаю для всех наших участников Что Помимо девяти букв, которые находятся перед вами У вас еще есть одна звезда у каждого из вас Как Джокер в колоде Вы можете использовать вместо любой буквы, которая вам понадобится От А до Я Любой буквы, которая вам понадобится За работу, товарищи Давайте За работу, товарищи Дети Время придет И мы узнаем Слова Которые вы составили Или, не дай бог, не составили Легче всего и веселей нашим телезрителям Они сейчас сидят себе спокойно, не торопясь Глядя на экран На эти буквы Составляют себе Слова Ну что По замешательству в рядах наших Родителей я понял, что у них слов особенных никаких нет Ну что ж, тогда Тем лучше, тем интереснее нам будет услышать ваши слова Дарья, вперед Омлет Омлет, пять букв, аплодисменты Аплодисменты Андрей Место Место Тоже пять букв, молодец Арсена Макет Как? Макет Макет Тоже пять букв, умница Катя Олух Олух Четыре буквы Жалко, Вера Томат Пять букв Лопата 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 Шесть букв Буря аплодисментов Шесть букв в слове лопата И это значит, что Полина Будет сейчас копаться в нашей сокровищнице, да? У нас сокровища стандартные Внимание на экран Телефон Воздушные шарики, две штуки Плеер Велосипед Мягкая игрушка Пара гантелей Банка варенья И Шахматы Древняя индийская игра На что ты Позаришься? На плееров Не сомневался Вперед! Что это? Банка варенья! И корзина печенья, да? Маленький ящик сбил тебя с толку А я думаю, что плеер лежал где-нибудь в большом Хотя, теперь мы этого никогда уже не узнаем Никогда! Честно вам скажу, я ей-богу не знаю, что в каком ящике лежит Правда! Ну что ж, поздравляю тебя с выигранной банкой варенья Но не в этом самая главная победа в этом туре А самая главная радость в том, что ты продолжаешь игру У тебя самое длинное слово и ты вне подозрений А вот с вами, товарищи, мы сейчас разберемся А-а-а, Катя, столько звезд у тебя Мне так жалко с тобой расставаться У тебя пять звезд Тебе бы еще играть и играть, да? А ты, увы, покидаешь нашу игру Аплодисменты И призы тебе забирай Вставай на место Посмотрим на тебя последний раз Катя Абдорожкевич Рисование и вышивка Две главных страсти этой симпатичной девушки Которая уже ростом, по-моему, выше меня А как растет молодежь, а? Ну что ж, пусть она растет еще и интеллектуально и умственно Желаем этого всем, особенно вам В эфире Звездный час, третий тур Ну никак не хотят наши участники покидать площадку Уж третий тур на дворе А все их пять человек там стоит А посмотрите на них Даша, Андрей, Арсена, Вера и Полина Желаю вам удачи Но предупреждаю Ответственно предупреждаю В следующий, последний и финальный тур программы Выйдет всего два человека Не три и даже не два с половиной А всего два Согласны со мной? Внимание на экран Перед вами логические цепочки Дирижер Режиссер Венегрет Самые-самые заковыристые слова В каждом диктанте эти слова есть Но одно из этих слов написано неправильно А может все правильно, я не знаю Как вы думаете, если все правильно, табличка ноль Если какое-то слово написано неправильно, с ошибкой То табличку с номером этого слова Быстро, кто понимает первую табличку правильную Тот получает звезду Арсена звезды не получает Потому что он понял табличку одну из последних Но он абсолютно прав Дирижер пишется Дирижер, а не дирижер Аплодисменты Арсена, вперед молодец Что у тебя по-русскому языку, Арсена? Четыре Ну, неплохая оценка на самом деле Но если сегодня твоя учительница смотрит нашу программу То, наверное, ей придется пересмотреть свое отношение к твоей оценке Внимание на экран, следующий вопрос Агата Кристи, Жорж Семенон и Артур Конан Дойл Мне кажется, все это знаменитые авторы детективных произведений И все они родились, выросли и жили в Англии Родине детективов Если есть тут ошибка, укажите мне на нее Что и сделал с блеском Андрей Ясенецкий И все, кто понял табличку номер два Жорж Семенон, французский писатель Номер два, вперед! Напомню, что первая правильная табличка, поднятая над головой Означает звезду, полученную в этом третьем туре Чем больше звезд, тем легче жить в финале, согласны? Итак, Даша, Андрей, Арсена и Полина уже на полпути к финалу Осталось ответить правильно всего на один вопрос И я не замедлю его вам задать Филантроп, филер, альтруист Я думаю, так называют людей, которые помогают кому-то бескорыстно Исходя из своих внутренних, так сказать, побуждений, да? Давай, что ты ждешь, Арсена, вздымай повыше Конечно, миленький мой Филер, это же так раньше называли сыщиков Это мерзкая профессия Номер два, вперед! Арсена, Даша и Полина одновременно достигают черты финала И что интересно У Даши три звезды, у Арсена четыре, да? У тебя три было, еще одна за первую поднятую табличку А вот у Полины всего две, к сожалению, всего две звезды Я уж не говорю про Андрея и про Веру Им вообще уже ничего не светит в этой игре Потому что они отстали Они отстали, очень сильно отстали Вера на две позиции, а Андрей на одну Что ж, я вас предупреждал, из пяти останется всего двое Вот это и произошло Полина, Андрей и Вера, пожалуйста, прошу вас сюда Забирайте ваши сувениры, аплодисменты Последние аплодисменты для ребят в нашей сегодняшней игре Больше они их не услышат Или услышат только как зрители уже Вставайте на место Волейбол, баскетбол, бисер, подделки из кожи, спорт, теннис, компьютерные игры Все это увлечение наших проигравших Желаем успехов во всем А вам желаем не скучать в финале В эфире Звездный час Ну что, желаю успехов в финале Арсения Кабшбаи и Даши Козловой Им предстоит составить как можно больше слов из маленького слова Достаточно маленького, по-моему Который передо мной находится Вы готовы? Тренировались? Дома Успехов вам! Автостоп Понеслась Ча-ча-ча! Всегда хочется мне добавить к этой музыке Арсен, у тебя одна звезда лишняя, ты в курсе? Значит, одно слово можешь не писать Ну что, начнем? Помоляйся! Давай-ка! Стоп! Стоп! Хорошо! Тост! Да, принимается Пот! Пост! Пост, Даша, молодец! Пас! Пас в футболе, хорошо! Раз! Раз! Два! Может, Арсена даст тебе свою звезду? Спроси у него! Три! Даже не спрашивает! Видно, не даст! Три! Четыре! Три! Ну! Похоже, что приехали! Пять! Все! Все! Арсена и его дядя Гриша Гриша тебя зовут? Георгий! Побеждают в нашей сегодняшней игре! Даша проиграла! Но! Аплодисменты Даши! Держи! Держи! Это тебе! А также вот это тебе и вот это тебе! А тебе, Арсена, все! С церемонией награждения в эфире Звездный час! Эти аплодисменты звучат для Арсены Ковшбая! Для победителя нашей сегодняшней программы! Вот он! Вот он! Наш замечательный победитель! Телевизор тебе! Кубок нашей программы! И диплом об участии и победе! Документальное подтверждение твоего курора и триумфа! Ожидал победить-то? Да нет! Да нет! Случайно, что ли, вышло? Думаю! Хотела не вылететь в первом туре! А вышло вон как! Ну... Ну это пусть такие у тебя были всегда случайности в жизни, да? Такие вот неудачи! В кавычках! Настал твой Звездный час! Один раз в жизни он бывает! Поэтому мы ждем от тебя каких-то очень интересных заявлений! Ну, во-первых, я хочу поблагодарить своих родителей, своих соперников! То, что они сражались со мной на равных! И бы хотя бы пожелать всем счастья, любви! И чтобы ваша программа была такой же интересной и насыщенной! И... Всего-всего, что есть в мире! Спасибо! Золотые слова! Мы сейчас услышим еще несколько слов, потому что поздравить тебя к нам приехала группа Иван Купала! Встречаем! Вот они! Красавицы и красавцы! Здравствуйте! Мы хотим тебе подарить вот этот набор трехмерных паззлов! Он разовьет твое воображение! И мы надеемся, что это будет не первая, но не последняя твоя победа! Вообще в других конкурсах, вообще в жизни! И желаем тебе всего самого хорошего! Держи! Это тебе! Ну что ж, все очень мило, но, к сожалению, нам пора заканчивать! Нам остается время только, чтобы послушать последнюю песню этой замечательной группы! Ну а до нашей встречи всего семь дней! Пройдет вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье! Пролетит незаметно! И мы снова с вами увидимся на канале ОРТ! Это будет снова программа Звездный час! И ведущим ее, надеюсь, будет снова Сергей Супонев, ваш покорный слуга! До свидания! Пока! Поздравляю тебя! Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Виноград расцветает, виноград расцветает, а ягода наливает, а ягода наливает. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»